Валерий Васильев Валерий Васильевич дважды становился олимпийским чемпионом в 1972 году в Саппоро и в 1976 в Инсбруке. Кроме того, в 1980 он выиграл серебро в Лейк-Плесиде, 8 раз становился чемпионом мира, был участником суперсерии 72, а в 1998 году Валерий Васильев был включен в зал славы Международной Федерации Хоккея. Валерий Васильев был известен своей жесткой манерой игры. В матчах с «Динамо» наставник ССК Анатолий Тарасов старался не выпускать Анатолия Фирсова или Валерия Харламова против Васильева. Тарасов считал, что переиграть Васильева было невозможно. Весь завтрашний субботний день, 21 апреля, на нашем канале будет посвящен столичному клубу «Динамо», где легендарный защитник провел 17 сезонов. Четвертый матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Динамо» и «Авангардом» начался с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Валерии Васильеве. Мы просим Вас почтить память Валерия Ивановича минутой молчания. Спасибо. Стартовое вбрасывание выиграли Амичи, и они же в лице Антона Белова нанесли первый бросок. Еременко был спокоен. А первый же скляск активности хозяев привел к голу. На пятой минуте «Динамо» сопровели затяжную атаку с серией бросков, вторая волна которой завершилась точным выстрелом Артема Чернова, который проводил первый свой матч в нынешнем плей-оффе. В середине периода реальный шанс сравнять счет упустил Игорь Волков, подкарауливший отскок на пятаке, но не сумевший попасть в створ. В концовке Марек Квател опасно атаковал с неудобной руки, а за 40 секунд до перерыва стопроцентный момент упустил Дмитрий Пистунов. Правый от него угол ворот был практически незащищен, но кратить шайбы ему не удалось. Едва началась вторая 20-минутка, Александр Нестеров мог сравнять счет, но шайба прошла мимо. Затем у Мичи остались втроем против пятерых «Динамовцев», однако за все это время запомнился лишь могучий бросок Доминика Граника, с которым Карерама справился. Расплата за такую расточительность последовала на 13-й минуте. Александр Пережогин вошел в зону «Динамо» по правому краю, увидел уже замахнувшегося тезку Попова, сделал ему удобную передачу и тот в буквальном смысле вклотил шайбу в сетку ворот Александра Еременко. 1-1 после 40 минут игры. В дебюте третьего периода Александр Попов имел шанс оформить дубль и вывести свою команду вперед, но эту дуэль выиграл Еременко. Затем Игорь Волков не использовал момент, который был очень похож на его первую попытку в стартовом отрезке. И, наконец, «Динамо» просто повезло, когда сначала Мартин Школа угодил в штангу, а потом в ту же стойку попал Нестеров. Шайба от спины Еременко двигалась в сторону ворот, но защитники смогли ее вынести практически с ленточки. Таким образом, основное время победителя не выявило. А на девятой минуте овертайма свое веское слово сказала первое звено «Авангарда». И Александр Пережогин броском с разворота принес победу «Ястребам». 2-1 и счет в серии становится 3-1 в пользу омской команды. Понятно было, что игра будет такая напряженная, а тем более пропустили первыми. Имели много моментов в конце забить, выиграть матч, но не удалось где-то, не повезло, не подфартило. Но хорошо, что сумели собраться в овертайме и все-таки выиграть матч. С хорошим настроением возвращаемся домой. Там надо еще самый важный шаг сделать, он самый последний, самый важный. Его надо сделать. В молодежной хоккейной лиге состоялся первый матч финальной серии розыгрыша Кубка Харламова между омскими «Ястребами» и действующим обладателем трофея столичной командой «Красная армия». Сдержав стартовый натиск хозяев, красноармейцы перехватили инициативу, и даже забросили шайбу. Михаил Прохоркин убежал один на один, но последнее его касание было рукой. А неписанный закон «Не забиваешь ты, забивают тебе» никто еще не отменял. Получив численное преимущество, «Ястребы» разыграли многоходовку, завершил которую точным броском со средней дистанции капитана мячей Дмитрий Козлов. Москвичи усилили давление на ворота Эдуарда Рейзвиха, но забили опять хозяева. Семен Жеребцов в одиночку обыграл двух защитников, и неотразимо выстрелил в дальнюю девятку. А едва пошла седьмая минута второго периода, Никита Мокин дальним братском от синей линии в третий раз заставил капитулировать галкипера гостей Андрея Филоненко. Сразу после этого наставник Красной Армии Вячеслав Уваев дал сигнал разминаться второму вратарю. Видимо, Филоненко это увидел и заиграл сверхнадежно, что придало уверенности и его партнерам, которые организовали настоящий штурм ворот омской команды. И Всеволод Крамарев забросил первую ответную шайбу. В середине периода в ворота красноармейцев был назначен штрафной бросок, но Станислав Калашников не смог переиграть поймавшего кураж Филоненко. Расплата за это последовала за минуту с небольшим до второго перерыва. Дмитрий Огурцов могучим броском сократил отставание до минимума. Однако для красноармейцев все на этом и закончилось. В третьей двадцатиминутке сначала реабилитировался Калашников, после броска которого Сергей Завгородний переправил шайбу в дальний угол. А точку в матче поставил Валентин Пьянов. 5-2 победа омских ястребов. Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу ястребов. Вторая игра состоится уже сегодня. Прямая трансляция из Омска начнется в 15.55 по московскому времени. Там же в Омске проходит престижный международный детский турнир Кубок «Газпромнефти». Эти соревнования стали традиционными. Они проводятся уже в шестой раз. Торжественное открытие в Ледовом дворце «Арена Омск» собрало более 8 тысяч зрителей, среди которых оказался и наш корреспондент. Наблюдать за этими ребятами одно удовольствие. Несмотря на 10-летний возраст, они уже настоящие профессионалы. Тренируются и играют в потрясающих аренах. Их матчи показывают по телевидению. А игра «Авангард Трактор» в рамках Кубка «Газпромнефти» собрала на трибунах 9,5 тысяч в человек. Фантастика. Но главное, как эти мальчишки играют. Какие они закладывают финты. И какие знают приемы. Ну а слушать их не по годам серьезные мысли о себе и о хоккее. И забавно, и одновременно трогательно. Просто не переживать, если один гол пропустил. Дальше играть, продолжать. Защитники или нападающие могут ошибиться. А в ритаре он может за всеми ошибки стереть. Хоккеисты юные, но играют в хоккей по-взрослому. И многие, оказывается, как и взрослые профессионалы, большое значение придают приметам. Когда выходили из гостиницы, сегодня на игре очень отразились пословицы, то, что приметы. У нас некоторые мальчики забыли и вернулись назад. Это плохая примета. Сегодня все, и организаторы, и участники, и болельщики, и журналисты в один голос отмечают высокое качество подготовки и проведения состязаний. Но когда этот турнир только еще делал свои первые шаги, недостатка в скептиках не было. Омская область на спортивной карте России сегодня занимает одну из лидирующих позиций. И это касается не только спорта высших достижений, но и создания условий, в том числе и необходимой инфраструктуры для повсеместного привлечения людей к здоровому образу жизни. Поэтому выбор Омска для проведения одного из самых крупных детских хоккейных турниров далеко не случайен. Здесь, соответственно, имеется прекрасная инфраструктура, спортивная инфраструктура для проведения подобного рода турниров. Ну и, конечно, замечательный опыт по проведению подобного рода мероприятий. Поэтому Омск стал нашим базовым городом. История этого турнира берет начало в 2007 году. Тогда в нем приняли участие всего шесть команд. В 2010-м количество участников возросло до восьми. В прошлом году их стало двенадцать. Нынешний турнир, самый представительный, в нем принимают участие 16 дружин. Практически во всех выступают воспитанники клубов, играющих в континентальной хоккейной лиге. В 2010-м году эти соревнования впервые были проведены под эгидой КХЛ. Детские хоккейные турниры решают сразу ряд задач. От привлечения как можно большего числа мальчишек к спорту с целью укрепления их здоровья, до просмотра тренерами подрастающих дарований. В противоборстве лучших хоккейных школ России лидерство принадлежит командам, традиционно сильно выступающим в чемпионате страны. Москва, Ярославль, Челябинск, Магнитогорск, Омск. У этих хоккейных центров давно уже есть свой фирменный игровой стиль. Ну а учитывая статус соревнований, кубок «Газпромнефти» был изготовлен теми же мастерами, что и кубок «Гагарина». Ежегодно на трофей наносится название команды победителя. И кубок уезжает на хранение в лучший клуб до следующего турнира. На момент монтажа этого сюжета имя нового обладателя почетного трофея еще не было известно. Но для всех жителей нашего региона важнее другое. Омская область вновь громко заявила о себе на международном спортивном уровне. А инфраструктура одного из ведущих клубов страны «Авангарда» в который уже раз послужила отменным подспорьем проведению соревнований высокого статуса. Футбол и хоккей. Такие разные, но все-таки между ними и много общего. Не будем углубляться в силогистику и даже не будем искать отличия в правилах игры. Просто поверьте на слово. А еще одна аксиома. Хоккеисты очень неплохо играют в футбол, а футболисты довольно часто проводят свободное время, играя в хоккей. Наш следующий герой – полузащитник «Зенита» Роман Широков это с удовольствием подтвердит. Первый раз, наверное, в годы 4 меня папа поставил на коньки. Никакой карьеры у меня в хоккея не было. Просто во дворе там и на стадионе, когда он играл зимой. За команду тогда играли. Мы давно планировали провести, поэтому через дорогу перешли, можно сказать, через речку переплыли и сыграли. А теперь слово хоккейной звезде. На каре Рамо сейчас молится весь Омск, а он просто делает свою работу. Нередко голкипер Ястребов выручает партнеров в безнадежных ситуациях. Да еще, оказывается, и получает от своей работы огромное удовольствие. Серия проходит очень волнительно. Обе команды примерно одного уровня. Игры напряженные. Как правило, исход матча зависит только от одного гола. Но мы, как команда, в первую очередь пытаемся получать удовольствие от игры. Жить одним моментом. Не думаем о завтра и быстро забываем, что произошло вчера. Пытаемся наслаждаться этой финальной серией. Полные версии интервью Романа Широкова и Карри Рамо вы увидите через несколько минут в программе «Прогноз погоды». А раз у нас есть немного свободного времени, попробуем пофантазировать на свободную тему. Ну, например, о чем думает при подготовке своей программы ведущая прогнозистка Ольга Аксенич. Ольга не видела Витязь уже несколько выпусков подряд. И даже произведения искусства не смогли поднять ей настроение. Она понимала, шансов у «Динамо» взять кубок Гагарина практически нет. И значит, не видать ей портрета Олега Знарка. А тут еще и зенит в хоккей. Одно успокаивало Ольгу. В пятницу, сразу после выпуска новостей, прогноз погоды выйдет в эфир. Итак, все прогнозы в нашем эфире далее. Наш выпуск завершен. Хорошего настроения и удачного дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова